Необычную и весьма странную иллюстрацию в эти дни наблюдают рязанцы по всему городу. А между тем это автопортрет известного бельгийского сюрреалиста Рене Магрита. Остальные работы всемирно известного художника в эти дни можно увидеть в областном художественном музее. Сегодня этот образ эксплуатируют все. От поклонников продукции известной марки смартфонов, заменяющих незнакомцев фигуры Стива Джобса, до рекламодателей в рекламной компании Volkswagen сразу несколько аллюзий на Магрита. Тем временем, сын человеческий. Такое название у этой картины – одна из самых известных работ автора. Почему лицо закрыто яблоком? Цель Магрита, по его собственному признанию, – заставить зрителя задуматься. Из-за этого картины художника часто напоминают ребусы, которые полностью разгадать невозможно, так как они ставят вопросы о самой сути бытия. Ну вот в том-то и особенности, отличие от художника, что он пытался показать свой внутренний мир, отталкиваясь от идей, которые были заложены философами, психоаналитиками начала XX века, в том числе Фрейд, теория бессознательного, теория сновидений. То есть каждая картина – это окно в мир, индивидуальный, неповторимый мир художника. Он дает какой-то посыл зрителю, и зритель может соглашаться, может не соглашаться, но он может создавать, опять же, свою трактовку увиденного. Обычные повседневные образы – деревья, окна, двери, фрукты, фигуры людей. Однако его картины не менее абсурдны и загадочны, чем работы других представителей сюрреализма. Не создавая фантастических предметов из глубин подсознания, бельгийский художник небанально сочетал банальные вещи. Искусствоведы и ценители до сих пор предлагают все новые трактовки его картин и их поэтичных названий. Вероломство образа – такое название носит сегодняшняя выставка. Это картина-знак, это какая-то неожиданная развязка, может быть, чисто философской трактовки. Сесене «Па-эмпи» – это не трубка, переводится текст с французского. И действительно, сам Магрид говорил, ну если кто-то скажет, что это трубка, то он будет не прав, потому что действительно здесь лишь изображение. И вот как разгадать эту загадку, как можно изобразить предмет, и в то же время наделить его какими-то качествами, которые в воображении зрителя выстраивают целую какую-то картину мироздания. Небо с плывущими по нему облаками. Настолько повседневный и употребляемый образ, что сделать его визитной карточкой какого-то конкретного художника кажется невозможным. Однако небо Магридта нельзя перепутать с чьим-то другим. На его картинах оно оказывается отраженным в причудливых зеркалах и огромных глазах, наполняет контуры птиц и вместе с линией горизонта из пейзажа незаметно переходит на мольберт. И всегда с загадкой, которую в эти дни могут попробовать разгадать рязанцы. Выставка пробудет в областном художественном музее до 23 июля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!